Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем сегодня пойдет речь? Речь пойдет сегодня о босенних заморозках. О том явлении погодном, которое губит наш труд. И от которого необходимо предпринимать определенные меры. Для того, чтобы не погубил тот урожай, который мы вырастили. Заморозки, ну, уже не уникально сильно понятия, заморозки бывают почвенные и заморозки бывают воздушные. И те, и те могут повредить наши культуры овощные, которые растут на нашем участке. Что у нас, независимо от заморозков, необходимо принимать меры, которые помогут нам защитить растения от заморозков. Значит, такие меры для каждой группы овощных культур будут совершенно различные. Первое, что необходимо помнить. Плодовые культуры, типа перцев, помидоров, баклажанов, значит, заболевают, если они находятся при температуре 3-4 градуса в течение суток. Они заболевают, застуживаются, и потом при хранении они гниют. Поэтому, если ожидаются заморозки, эти культуры, те же перцы, помидоры, баклажаны, огурцы, мы обязательно стараемся собрать. Собираем все плоды, которые достигнули своих размеров. То, что у нас не достигнули своих размеров, если у нас после заморозков, сейчас у нас в Белоруссии, как бы проходят первые заморозки в сентябре, а потом стоит теплая погода. Стоит теплая погода, и растения могут спокойно развиваться дальше. Собрали то, что достигнули стандартных размеров, и убрали теплое помещение, а остальное будем укрывать. Если мы будем укрывать растения полицеленной пленкой, значит, помните, что разница ночной температуры между растениями укрытыми пленкой и растущими в открытом грунте будет составлять где-то полтора-два градуса. Вроде бы, разница небольшая, но тем не менее, что под пленкой воздух прогревается хорошо днем, тепло держится, и наша температура, как бы, получаться несколько больше, чем она, по этим физическим данным. И пленкой, еще раз повторяюсь, мы укрываем растения, которые будут у нас, если два-три дня ожидаются заморозки, мы укрываем, и обязательно мы эту пленку прижимаем к краям, и чем-то прижимаем к средине, чтобы ветер не сбросил, и чтобы наш труд не был на смарку. Вот, если некогда вам будет с той пленкой возиться, самое простое, будем использовать спонбонд. Спонбонды, в зависимости от плотности, вот, они бывают, значит, тонкие, средние и толстые спонбонды, значит, разница в температурах, то, что они могут зажить растения, будет составлять от 2 до 8 градусов. Вот, поэтому накрываем спонбондом, если в вашей местности ожидаются сильные заморозки, это вот где-то более 5 градусов, значит, используем толстый спонбонд. Все эти наши посадки стараемся укрыть толстым спонбондом. Укрыли, укрыли толстым спонбондом, значит, наши растения не повредятся. Ну, это касается, еще раз повторяю, укрытия градок мы будем делать для пошленовых культур и для тыквенных культур. Но с тыквенных культур не все надо так укрывать спонбондом. Вот у нас растут тыквы хорошие, тыквочки выросли, все. У нас, если ждут заморозки, и мы не успеваем их собрать, а это вполне реально, если у вас тыквы, значит, что самое простое? У нас где-то есть выплаты сорняки, есть солома, даже ботва та же самая, вот этих тыквенных культур. Мы срываем эту ботву и просто ложим на каждый плод. Каждый плод мы ложим, так прикрываем этой ботвой. Знаете, вот это то, чтобы лежать органический материал, на нашем плоде тыквенных, на той же тыкве, значит, он не даст этой тыкве замерзнуть. И тыквина наша сохранится. Хотя в идеале их лучше все-таки убрать. Ну, отдельный подход требуют и корнеплоды. Наши корнеплоды, наши растут. И как бы, если корнеплоды давно посажены, потирали листья. Значит, смотрите, такой нюанс. Если листва корнеплодов выдерживают заморозки в 5-6 градусов, минусовых температур, то сами корнеплоды, уже и только корнеплоды, так же и даже и луковицы, репчатого лука, повреждаются при температуре в минус 2-3 градуса. Поэтому эти культуры, что мы будем делать? Самый простой способ, зашитый в преддверии заморозков, значит, эти культуры будем окучивать. Берем тяпку и засыпаем все выступающие на поверхности луковицы, выступающие на поверхности корнеплоды, засыпаем землей. Засыпали землей, земля не даст нашим корнеплодам замерзать. И они будут сохраняться гораздо лучше. Это один нюанс. А второй нюанс. Если мы окучиваем корнеплоды, значит, наши корнеплоды не будут зеленеть на солнце. Это тоже немаловажно. То, что они побудут в земле в течение даже где-то 7-10 дней, то есть одна неделя и чуть больше, значит, корнеплоды наши посветлеют. То, что солнце на них насветило, пагубное влияние солнца, избавиться. Корнеплоды наши посветлеют. Такой нюанс. Так что запоминайте еще раз. Незрелые теплолюбивые культуры мы просто снимаем, не дожидаясь созревания с куста, и при возможности укрываем пленкой или спонбондом. Культуры типа тыквенных культур, как вот эти же самые тыквы, которые большие, которые нереально сразу убрать, мы накрываем какими-то сорняками. Какими-то сорняками, соломой или другими органическими материалами, такими, которые находятся у нас, доступны, всегда находятся под рукой. А корнеплоды мы просто-напросто окучим. Корнеплоды, луковичное растение мы окучим. Ну, а остальные культуры, как бы капуста заморозков не боится, поэтому не спешите убирать капусту, потому что заморозки для капусты, это действует только благоприятно. Капуста как бы скорее заканчивает свой рост и становится более сладкой. Не забывайте об этом. Предпринимая вот эти такие несложные меры защиты ваших растений, вы защитите их от заморозков. Ну и еще, что немаловажно, есть культуры, которые у вас будут находиться долго. Например, сейчас, сентябрь месяц, первая половина, а вы что-то убираете в октябре месяце. Значит, очень полезно. Будет ваши все посадки, культур, которые будут оставаться, ну, на улице еще сидеть, опрыснуть антистрессовыми препаратами. С антистрессовыми препаратами, повторюсь, это эпин, это новосил, это циркон, это иммуноцитофит. Эти препараты, они развели по инструкции и прошли с пульверизатором, опрыснули ботву ваших растений. Это придаст растениям, ну, как бы, больше защитных свойств, и они лучше будут противостоять заморозкам. В дополнение к тем мерам, которые мы уже назвали. Так что, сохраняйте свой урожай от осенних заморозков, берегите то, что выросло, не оставляйте эту работу, не оставляйте эту работу на самочек, не пускайте. Ведь труды вложены, урожай есть, так надо урожай сохранить. И сохраним поэтому урожай сполна. Удачи вам и плодотворной работы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok